Ненависть к российским военным все больше и больше нарастает именно у российского народа. С фронта на улице России все чаще возвращаются военные, которые убивают, насилуют, воруют. В российских СМИ день за днем всплывают новости с военными и ранее перечисленными историями. Поэтому администрация президента РФ дала новые указания государственным и провластным российским СМИ не публиковать новости о преступлениях россиян, которые вернулись с войны в Украине. В последствиях того, что происходит, что они приходят с войны, они привыкли убивать, они привыкли безнаказанно себя вести и, соответственно, продолжают себя вести как на войне. Как уточняют близкие к власти сотрудники издания, ранее им не присылали подобных указаний. Некоторые провластные СМИ с удовольствием публиковали подобные новости, ведь криминал всегда дает хороший трафик. И таких новостей в России достаточно много. А все потому, что воюют в большинстве случаев за РФ зэки, которые сидели за тяжелые убийства, те же грабежи или изнасилования. Или же все вместе. Также бывшие военные чувака Вагнера, люди с алкогольной или наркотической зависимостью. По возвращению домой эти истории повторяются. К примеру, из недавних новостей всплывают и вот такие. В Карелии вернувшийся с войны зэк вместе с другом убил 6 человек. В Чувашии вернувшийся с войны бывший зэк из ЧВК «Вагнер» убил односельчанина. Еще один участник ЧВК «Вагнер» убил человека после возвращения с войны. Под Ростовом зэк «Вагнеровец» изнасиловал друга метлой. В России «Вагнеровец» изнасиловал двух несовершеннолетних девушек и ограбил подростка. И таких новостей невероятное количество. Поэтому теперь просят пока что не на официальном уровне не упоминать об участниках СВО в плохом ключе. О совершенных ими преступлениях уж тем более. Если они видят, что официальная пропаганда поддерживает этих людей, то и они стараются лишний раз не идти против официальной пропаганды. Как объяснили в администрации президента, рекомендации Адана, чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками и не боялись их возвращения. Все должно выглядеть так, будто с фронта возвращаются реально вежливые, чуткие и заботливые люди. Но у президента не учли, что даже скрыв новости, убийства, воровство и насилие никуда с улиц России не исчезнут. Субтитры создавал DimaTorzok